Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И у нас сегодня снова с вами живое видео. Давненько, достаточно, недели две, наверное, три назад, ко мне обратилась девушка, специалист-психолог, насколько я понял, хотя я не уверен до конца, попросила меня показать методику теста интеллекта Векслера, взрослый вариант нашего производства. Вот, собственно, я сейчас ее выполняю просьбу и показываю вам вживую, как это все выглядит. Здесь, к сожалению, нет той большой коробочки, вот сейчас в лаборатории, в которой поставляется эта методика нами, но я думаю, что я в ближайшие дни просто привезу ее в лабораторию из полиграфического цеха и, соответственно, покажу вам ее тоже. Вот здесь данный момент находятся не все, но основные моменты вот этой методики Векслера. И давайте пойдем по порядку. По порядку тут они лежат, не по порядку, лежат вот так вот они. Первое, что идет с этой методикой, это, соответственно, методическое руководство. Вот таким образом оно выполнено. Это полиграфическое качество продукции. Здесь, в отличие от той же фирмы Emoton, сделано все гораздо лучше, понятней. интерпретация, никаких ошибок, никаких проблем с этой продукцией, то есть вот с этим методическим руководством, его нет. В Emoton все перепутано, все какое-то странное, поменяны местами субтесты и так далее и тому подобные вещи. Вот таким образом выглядит подробнейшее методическое руководство по тесту интеллекта, структуры интеллекта Векслера. Она небольшая, но содержательная, двухсторонняя печать. И самое главное, ради чего все это затевалось, это вот таблицы определения IQ. Обратите внимание, вот первая попавшаяся таблица, соответственно, возраст 45-54 года. Если мы обследуем человека в таком возрастном диапазоне, соответственно, мы можем уже перевести полученные результаты по тесту Векслера, перевести в IQ баллы. Вот как это сделано. Соответственно, здесь вы видите 45-54 и далее 65-69 и так далее. В общем, вот эти самые таблицы, их самая основная ценность, вот как раз заключается в понимании уровня интеллекта, то есть, опять же, вербального, невербального. Соответственно, по каждому человеку мы можем посмотреть IQ. Ну вот это методическое руководство, вот такое большое, красивое. Очень оно мне нравится, аккуратно все сделано. Ну и, соответственно, с этим руководством специалист, психолог, психофизиолог знакомится, клинический психолог. И, соответственно, изучает его, читает, понимает, занимает это все, в общем, не очень долгое время. В процессе какой-то работы это можно все использовать, читать, возвращаться. Ну вот у меня в практике, насколько я помню, когда я лет 15, наверное, 17 столкнулся с этой методикой, прочитал руководство и так далее, ну где-то за неделю, наверное, это вошло в плоти кровь мою. То есть четкое понимание того, как, что, зачем и почему исследуется тестом Векслера. Видео я о нем буду снимать еще неоднократно, буду высказывать свои какие-то отношения к тем или иным субтестам. У меня есть замечания, у меня есть замечания и по эмотоновской версии. Вот здесь у меня замечаний нет. Это наша версия субтеста Векслера. Она, в общем-то, ну на 95% наверное совпадает с эмотоновской, но убраны все проблемы, по-современному выражаясь, позволю себе, косяки. То есть вот это отточенное, годами нами применяемое, используемое методическое руководство. Вот приходит молодой юный сотрудник нам в лабораторию, мы эту методику ему даем, говорим, на, читай, развлекайся, наслаждайся жизнью. Соответственно он ознакомливается, понимает теорию, методологию и метод теста структуры интеллекта Векслера. Вот отложу я пока это в сторонку. Второе, что идет в комплекте с этой методикой, это вот такая вот, ну будем говорить, тоже методичка. Называется она инструкции и стимулный материал. Она в некотором смысле создана на основе вот этого глобального методического руководства, только для простоты проведения собственного обследования. Как я уже сказал, это инструкция и стимульный материал. То есть мы можем открыть, и вот мы первое, что видим, это некая выжимка из глобального методического руководства. Соответственно здесь есть инструкция и субтесты. То есть его можно и нужно использовать в процессе обследования. Психолог берет эту книжечку с собой, кладет перед собой и начинает предъявлять те или иные задания испытуемому. Здесь также идет 11 субтестов. Хочу подчеркнуть, взрослый вариант теста Векслера, он содержит в себе 11 субтестов. Детский вариант теста Векслера содержит 12 субтестов. 12 субтест только-только для детей. Там, как же он называется, по-моему, там такие интересные квадратики. Там нарисован, как же, не помню, вот 11 субтест. Это у нас шифровка, а 12 субтест там, не помню, слушайте, забыл. Ну, всю жизнь пользуюсь вот таким вот взрослым вариантом. Вот так вот выглядит эта инструкция и стимули-материал для специалиста. Ну и давайте, я еще раз повторюсь, буду снимать неоднократное видео по этому тесту замечательному, используемому в клинике. И покажу вам несколько из субтестов методики Векслера. Первое, давайте просто, к чему рука тянется, это так называемые кубики Кооса. 10 карточек, размерность 60 на 95 миллиметров, оригинальные, всего их 10. Вот так вот они у нас выглядят в нашем исполнении. Первая карточка, вторая карточка, третья, ну и так далее. Вот до 10. Не буду уже все это раскрывать, все карты, как говорится. Вот такие вот у нас карточки для стимули-материала кубики Кооса. Кубики Кооса, к сожалению, опять же не захватил с собой. Покажу вам, наверное, их в следующем видео. Обязательно покажу. У нас очень красивая оболочка для всего этого. Коробочка такая красивая. И, соответственно, очень красиво все это упаковано. Действительно классно. Можно там, я не знаю, не стыдиться, то, что как мы это делаем. И, соответственно, вот только что мы получили из нашей печатной мастерской первые экземпляры. У нас сейчас изготавливается порядка более 100, наверное, вот этих субтестов. Тестов имеется в виду Векслера. И вот нам привезли вот такие вот запакованные. И вот я вам их сразу же показываю, можно сказать, с пылу с жару. Недостающие детали. Еще один субтест методики Векслера. Тоже тут, значит, у нас 21 карточка. И, соответственно, есть инструкции, необходимо испытуемому сказать, а чего же тут не хватает на этих изображенных картинках. Тоже у них размерность 60 на 95. Оригинал, обратите внимание, не 90. Вот, допустим, оригинальные методики исключения предметов, классификации предметов 60 на 90. А вот оригинальные карточки методики Векслера, они размерность у них 60 на 95 миллиметров. Вот таким образом они выглядят. Всего их 21 карточка. Вот таким вот образом выглядит еще один субтест теста Векслера. Так вот я сюда уберу. Это недостающие детали. Здесь у нас кубики КООСа. Ну и давайте вот тут большая такая стопочка. Тут задания. Все карточки методики установления последовательности событий. Вот так они выглядят, опять же, размерность. Они такие плотные, да, на плотном картоне. Они, соответственно, размерность у них также 60 на 95. Значит, вот так это выглядит. Вот это, по-моему, свидание называется, да. Вот это называется, да. Нет, это такси, прошу прощения. Вот это субтест такси. И испытуемым, соответственно, предлагается сказать, что за чем идет. Но, я подчеркну, четкое, алгоритмизированное предъявление инструкции в этой методике очень-очень-очень важно. Здесь оно описано, да. То есть, вот если так написано, так ее надо. Но это заучивается за 5 секунд. Тут входит в кровь и плоть, как говорится, специалиста. Вот как эта инструкция здесь написана, чтобы не было никаких разночтений, разногласий. Так она заучивается психологам наизусть. И так она предъявляется именно унифицированно. Чтобы соблюсти, как говорится, четкость инструктажа и получение соответствующих точных результатов по коэффициенту интеллекта. Вот инструкции каждой методики приведены. Для чего и нужна, собственно, вот эта вот дополнительная методичка. Но она тоже, признаться честно, буквально там через несколько дней все это заучиваешь наизусть. И, соответственно, дается она вполне спокойно. Небольшие инструкции. Значит, это у нас такси. Это у нас свидание пошло. Ну и так далее. Вот такие карточки. Значит, тут дверь. Рыбалка. Миротворец. Одним словом, я вот не игрок, поэтому трудно мне все это собирать. Ну, одним словом, полный комплект по всем, как бы, под субтестом, по субтесту установления последовательности картин, событий. Вот, собственно, так вот это все выглядит. Так, вот даже еще тут пыль из типографии. Типографская пыль тут еще у нас присутствует. Обрезка из типографии. Так выглядит методика установления последовательности событий. Так, ну и следующий субтест, опять же, да, методики вексера. Заламинированное такое качественное покрытие. Вот такие вот демонстрационные поля. Соответственно, испытуемому предлагается, ему ни в коем случае это поле не показывается. Инструкция там прописана, ему демонстрируется вот это поле. И говорится, что вот у вас тут есть, ну, давайте человека возьмем, поскольку тут вот сверху, надеюсь, оператор заснимает все это дело, снимает. Соответственно, здесь вот у нас человек, методика человек. Это не показывается. Есть вариант предъявления, когда, ну, совершенно уже, да, там, допустим, имбицильность, идея, можно допускается. Там это все написано в методичке, допускается показать это испытуемому, но крайне не рекомендуется с лицами старше 16 лет, то есть уже взрослыми людьми. Соответственно, показывается вот эта картинка, говорится о том, что вот перед вами, обратите внимание, так это у нас выглядит. Еще здесь наш логотип не наклеен даже. Вот мы только это привезли из печати. Соответственно, методом лазерной резки, здесь будет логотипчик еще у нас наклеен, здесь методом лазерной резки, удивительная такая штука, технология, прямо лазером вырезается соответствующее, соответствующее. Так, вот я попробую сложить, ага, неправильно. Расстояние очень важно, потому что при складывании учитывается даже как близко. То есть испытуемый подложил, вот берет эту руку, да, значит берет эту руку и соответственно подкладывает, как близко он приложил, почему точность так важна, он приложил вот эти самые ручки. Ну и соответственно головка. Вот таким вот образом. Демонстрируется вот это поле и говорится, вот перед вами тут разобраны вот эти детали, попробуйте сложите, может быть у вас что-то получится и вы мне скажете, что у вас получилось. Ну там в инструкции более подробно об этом, обо всем говорится. Это у нас соответственно человек. То же самое, так же точно выглядит рука, демонстрационное поле, демонстрационное поле рука. Здесь у нас слон, вот так это выглядит демонстрационное поле, показывается вот именно эта картинка. И соответственно в заключении это у нас профиль, показывается вот эта картинка. Ну и давайте я достану до конца, чтобы быть точным. Точно так вот это выглядит у нас демонстрационное поле и вот собственно фигурки по человеку. Здесь вот два комплекта, я смотрю, вложены. Да, то есть надо будет их разбирать еще. Наклеим также логотипчик и соответственно здесь у нас будут и мелкие детали, вот то что тут показано крестиком. Да, то есть они тоже методом лазерной достать. Два комплекта, вводим папочки. Мы разберем. Соответственно. Так. И так. Вот так выглядит демонстрационное поле и остальные части тела вот этого самого человечка. Ну вот собственно и все, что я хотел показать. Так выглядит часть субтестов методики Векслера. Сколько получается субтестов я вам показал. Один кубики КООСа, недостающие детали два, установление последовательности событий три и соответственно складывание фигур. Четыре. Четыре субтеста. Всего их одиннадцать. Остальные, наверное, покажу в каких-то следующих видео. Покажу упаковку, коробочку, все как это у нас выглядит. Пока вот так вот. Все очень аккуратно, красиво. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.